Сегодня 20 часов 6 июня Я нахожусь около Старого Синдрова Свернул влево и проехал по карьерам Торфяным, которые тут рядом с ними разрабатывались И заехал вот в Сосновый лес, еду к кассовой трассе Здесь вот рядом где-то дятел долбит, не пойму где Где-то здесь сидит Время полпятого утра, солнце взошло уже Блин, пока ехал, замерз по асфальту ехал Сейчас еще, наверное, метров 200-300 нужно проехать И кассовая трасса будет впереди Крупный муравейник Муравьи спят, не проснулись Плана особо никакого нету Хочу просто по кассовой трассе Покататься, посмотреть Может быть, животных каких-нибудь встречу Выехал на газовую трассу Она сквозь леса идет, трикотная Вот место какое красивое Впереди овраг, и там должен быть небольшой ручей Я через него должен переехать без проблем Там песок Я слышу, лягушки сильно квакают где-то в низине Наверное, бобры запрутили И болотина образовалась Сейчас спущусь, посмотрим, что там Иван-чай цветет, кипрей Вот так вот бабочки ночуют Просто на цветах сидят Все в России Пока не обсохнут, никуда не улетят Блин, такая гора, мотоцикл не катится Песок А там ручья-то нету, он пересох Да, он пересох повыше весь Вот дела Ну, ручья нету, он пересох весь А лягушки квакают повыше Пойду схожу, рассвету И что там Наверное, бобры плотину запрутили Озеро неближое Тут тоже рыба, наверное, какая-нибудь есть А этот пруд тут довольно большой Бобры плотины Первые грибы в этом году, которые я нашел Чего это такое? Вешенка? Вешенка, что ли? Вроде не похожая Не знаю, что такое Так, это что такое? Что-то несъедобное, похоже А вот это сыроежка Вот это уже Она переросла немножко Белые цветы какие-то Вот они, бобры тут жили Деревья валили За пруду сделали А сейчас их, похоже, нету здесь Хотя, может, где повыше Вот эту дорогу постоянно так размывает здесь сильно Сверху вода течет большим напором Это болото разведали Поеду дальше Доехал я до Кевчея Вот впереди, в низинке Кевчей Дорога просто жесть Вот этот участок от Деминой поляны до Судна По нему никто не ездит Здесь вот в этот год вообще похож Никто не был Один квадроцикл проезжал он На квадроцикле-то по идее нормально А на боксере, как корова на льду И он за Кевчеем Я хотел туда дальше ехать За Кевчеем, вон гора какая высокая Вот эта гора Я вообще в нее поднимусь, нет, интересно Здесь дождь сильнее был Земля сырая, ничего не просохло А поле, куда я хотел заглянуть Оно вот здесь вот Сейчас вверх, если подняться И в левую сторону Ответление должно быть Сейчас к Кевчею спустимся, посмотрим Время пол седьмого И мне уже становится жарко Нужно одну куртку снять Так, а еще вопрос Перееду я здесь или нет Непонятно, что это за плотина тут На хрена она нужна А, это труба газовая А, это труба газовая Интересно, а ничего, что она так торчит Развалится потихоньку Здесь глубоко По центру Я в сапогах точно не перейду Вот ближе к трубе, мелко Можно руками перевести Вот так вот И здесь сам по трубе пойду А мотоцикл рядом с трубой перевезу И вот здесь после того, как я перееду Одна дорога по газовой трассе Туда вправо А вот здесь вот в левую дорогу Это как раз на поле ведет Куда я хочу проехать, посмотреть И по ней, смотрю, тоже квадроцикл проезжал Недавно Что-то они там тоже смотрели Вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Какая-то разновидность... Листочки такие... Необычные... Но плоды, как у акации... Сажали вручную... Здесь вот дальше сейчас впереди... По карте овраг еще большой должен быть... Интересный тоже... Может я даже не смогу переехать, если там ручей какой-нибудь течет... Посмотрим... А уже за этим оврагом это поле... Дорога вроде виднеется... Я думаю, смогу проехать... Все-таки дороги нету... Там, где опахивали... Накатали... А вот туда дальше... Вот она должна быть... Здесь просто... Трава... Но овраг не очень далеко от этого места... Я думаю, пойду дойду до оврага... Хотя бы на овраг посмотрю... А там дальше видно будет... Кстати, говорят, здесь медведи видели... Ну, не здесь, а... В Старосиндеровском вот этом лесу... Надеюсь, у меня медведи не встретятся... Комаров вроде поменьше стало... Сегодня день еще жаркий, обещают... В принципе, я здесь на мотоцикле мог бы потихоньку проехать... Просто дорогу не знаешь... Вот овраг начинается... Кто-то траву замел... А может, кто-то медведь... Овраг, да, большой... Крус, а? Сейчас опять штаны промочу... Вот и мостик... Мостик еще... Хороший... Я бы тут свободно по нему проехал... А, внизу ручей... Небольшой... Комары все-таки грызут... Что, вот я думаю идти дальше... На поле... До него так-то не близко... Может быть метров пятьсот, а поди восемьсот... Что-то не припомню сколько там... Цветы все цветет... Пчел не видно... Не долетают сюда пчел... Если только раи какие-нибудь здесь могут быть... Ух ты... Вот какая береза крупная выросла... Ух ты... Какая поляна с цветами... Вот... Ну что... Сколько лет... Я просто пошел в это поле... Оно... Я блядь... Я тебе стихну... Я прилечь в детстве... Попробовать. Тут, конечно, роса. Потому что они уже все мокрые. Какой-то березовый завал здесь. А вот и небольшая болотина. Здесь я на мотоцикле бы проехал потихоньку. Похоже, здесь раньше росли береза. А потом эти места клен занял. И березы все попадали. Вон они все валяются. Выхожу на поляну. На первую. Первая небольшая. А туда дальше основное поле. Ой, бля. Столько цветов цветет разных. А пчел нету. Шмелья одни. Бабочки. Саранча вывелась. Стрекочет повсюду. Вот здесь вот сейчас одна прыгнула. Вон она. Можно уже на сама сталь ловить. О, прыгает крупная. Небольшой муравейничек тут. Только начали строить. Вот я и вышел на большое поле. Вот здесь вот оно и было. В основном вон туда. Вон уходила в правую сторону. Вон туда. Вдаль. Открытый участок большой. Сейчас ничего нет. Что-то просто травой все заросло. Там он вдалеке. Дуб какой-то похож. Одиночный такой. Ветвистый стоит по центру. Но я туда не пойду далеко. Я и так уже устал сюда тащиться. Наверное, километр точно прошел. С мордовника. Похоже, нектар собирает. Или это не мордовник? Наверное, василек какой-то разновидность. Вот это желтая трава в основном цветет. Ее много везде. И фиолетово-желтая. С цветочками, с такими. Так вот я смотрю. Основная масса, наверное, такой обычной травой заросла. Медоносов не очень много. Хотя там, по-дегде, и побольше есть. Ладно, все, назад. А вода уже достаю. Целая гопшовка у меня крутится. Пока до мотоцикла дойду, весь запрею. Гриб еще какой-то нашел. Он уже червилый. Но это что-то съедобное. Это, похоже, говорушка. Вернулся к мотоциклу кое-как. Допер. Вода чуть не сожрали, пока шел. Сейчас попробовать нам в гору подняться. Если получится, дальше еще по газовой трассе прояну. Впереди болотина должна быть. Посмотреть, что там. Может, какая дичь сидит. Они облепили весь мотоцикл. Эти вода здоровая. И это еще 8 часов утра. В обед будет вообще жесть. Доехал я до оврага, который вот через газовую трассу идет. Ну, либо газовую трассу через овраг, кому как нравится. Вот здесь вот он, с этой стороны, должен быть болотина. Дальше я уже точно не поеду, потому что ехать очень тяжело. Я вот до суда еле доехал. Здесь дождь был гораздо сильнее. И с моей резиной она вообще, видите, вся забилась. Песок, глина. Я реально, как корова на льду. Просто невозможно ехать. Здесь вот слышу ручей течет. Да, неплохой так ручеек. Здесь труба, наверное, лежит. Не видно, но труба, скорее всего, железная. Вот он этот ручей, который по оврагу течет. А впереди там должно быть болото. Кстати, следы лося. Может быть, вот позавчера ходил, когда дождь был. У меня воды, а вода хотят сожрать. Вот я уже и лягушек слышу. О, хищная птица крупная взлетела от Суны. Что-то я не понял, кто это, конюк или нет. Что-то на конюка не очень похоже было. Как раз краска другая была. Воды здесь, кстати, немного. Я думал, больше. у бобров полотину кто-то сломал. На карте-то тут целая низина должна быть затоплена. Ну, как вот первая, к которой я подходил, примерно такая же. Это бобриная... Это что такое, я не пойму, нора бобриная или... Ну, здесь сквозной ход, но я не понял, это бобры так сделали или труба тут лежит. О! Скорее всего, вот этой дыры не было, когда здесь воды много было. И вот эта штука держала, вон, как плотина была бобровская. А кто эту дыру проделал, непонятно. Может быть, люди. Сейчас здесь, похоже, бобрата нету. Либо сам погиб, либо поймал кто-нибудь. А то он уж давно запрудил вот эту дыру, чтобы ему тут опять набиралось. Здесь вот через нее кто-то переходит, но это, скорее всего, норки, андаторы. Все, назад поеду. Сейчас главное доехать до этой, Деминой поляны. Там уже дорога нормальная будет. А там видно будет, может, еще куда Заяна остались и его останутся. Выехала к Деминой поляне. По лесу дорога гораздо лучше, чем по газовой трассе. По газовой трассе никто не катается. Там песок, глина. А по лесу прям отличная дорога. Остановился здесь вот недалеко от кладбища. Между кладбищем и Деминой поляной. Сменил уже сапоги на шлепки. А остановился я здесь вот зачем. Смотрите, сколько земляники красной поспевшие. Вот какие. Красной поспевшие. Ничего себе какая. Смотрите, крупная, здоровая. подберезовик. Но он уже такой плохой. Хотя он не червивый, просто старый уже. А вот сыроежки были. Вот это точно сыроежка, а это что-то не знаю. вот овраг здесь какой. На той стороне, через овраг, Демина поляна. Одна из улиц. Береза какая. А хорошо сейчас в лесу. Вот здесь вот ветерок продувает, комаров нету. Ни жарко, ни холодно. В шлепках ходить вообще классно. И травы здесь малы. А это у нас карьера недалеко от Деминой поляны. Просто так решил заехать посмотреть, как выглядят стрижей здесь полно, ласточек. У них тут норы в обровистых берингах. Остался пенек от сосны. Зашел в посадки посмотреть грибы и вот какие-то попались. Этот уже червивый, а вот этот похож. Нет, этот тоже из червивы. Вот уже старый, весь уже все. Еще рядышком один. Тоже червивый. Это я уже нахожусь в полях между старой Синдровой и новой Карьго. Вот между ними я нахожусь. Поля у них здесь, конечно, интересно засеяны. Ромашка, сорняки всякие. Примерно 50 на 50 с травой, которую они посеяли. Нужно найти где-нибудь местечко перекусить, где водов поменьше будет с комарами. Поближе к новой Карьке, наверное, где-нибудь засяну. пшеничка в перемешку с васильком. Вот отсюда только что конюм взлетел с мышью. Я остановился, и он вспорхнул. Ловят мышей здесь в пшенице. С этой стороны ничего не посеяли. Отдыхать, наверное, оставили. На васильке работают пчелы. Это же василек, вроде бы. Здесь вот уже все высохло. И не сказать, что дождь был сутки назад хороший. Быстро в поле просыхает пшеница, проветривает. Хотя вот здесь вот влажное, вроде бы. Здесь вот рыба плещется, туетила. Карасики, что ли, небольшие. А, вон там сколько мелочи стоит около поверхности. Это не карасики, это красноперка, скорее всего. С этой стороны болотина Новокарьгинская. – theatрик, Скоро, вот здесь сюда вот к этому каналу подъехал с той стороны цапля большая синела серая а здесь выводы куток был я конечно пока остановился пока камеру достал они уже уплыли туда выше это недалеко от тех мест уже где вот последний раз снимал на болото я лазил там он карьга оттуда я приехал рыбы здесь мелкой полно плавает мальков здесь карась и кроме того возможно это мальки карася в каналах в этих я видел сам в общем я уже дома на пасеке снимать больше ничего не стал невозможно там а вода грызут я даже чипсы не съел которые купил потому что нельзя никак не получается вода с комарами грызут в тень зайдешь комары грызут с водами на солнце одни а вода грызут а вот на мотоцикле едешь мотоцикл то горячий они за мотоциклом просто косяком летят я по лугам пробовал ехать 40 километров в час они свободно догоняют вообще-то такое ощущение что им не в напряг лететь 40 километров в час кидаются какое-то вон облака красивая над пасекой белые на пасеке медом пахнет пчелы работают сейчас липы цветет ну и разнотраве все уже можно сказать начало цвести в этот год все раньше зацвело недели на полторы примерно может даже на две и и Субтитры подогнал «Симон»